вот это вот очень серьезный разговор скорее он уже многим из вас может даже не понравится какое нам дело в этих самых фактически закрытых закрытых очень закрытых научных учреждений чего-то делает мы расхлебываем потому что смотрим на рынок ну то есть нам от этого не холодно и жарко наука обособилась результаты если есть то почему-то нам они недоступны много нареканий наука вынуждена не только заниматься новыми сортами но она еще и вынуждена прокормить себя то есть переходить на выращивание саженцев но хорошо бы но как имея тысячи научных сотрудников многие в ранге ченкоров академиков докторов наук директоров почему вы не можете собраться написать петицию и подписать ее несколько десятков тысяч человек начиная от академика раз сколько вас там академик вот потом почти доктора кандидаты вот чтобы запретили привозить с юга саженцы которые не дают существовать даже даже чуть-чуть заработать в конце концов эти науки как так почему такое направительское отношение у чиновников потому что наука не может за это прокормиться а теперь смотрите чем они занимаются я решил так хотел все прочитать вот кто-то да один из десяти придет в ужас остальным это извините по барабану вот первые плоды 4-6 лет но это косточка вы так семечковая 8-14 это не я придумал вот необходимость почему так долго прохождение ювенейного юношеского периода дальше уже я с моя вставка юнили период дерева нельзя вообще подходить я вижу что улучшать его а ветка неправильно а давайте вот эту отрежем вот и тогда на рачу супер подношение и так далее и так далее нет ребят введение период это дерево трогать нельзя секатом и очень хорошо что здесь упоминается этот период а то не успела родиться сразу яблоки а потом через 35 лет мертвого и так взрослеет идем дальше дальнейшем по мере роста вы запомните цифры из года в год сеется начинает приобретать признаки культурности то есть это еще не итог у них темнеет кора почка становится крупными размер форма лица все это меняется вот заметьте мы начинаем семян и это к сожалению истина вот первый урожай ура вот приносит новый сервис чаще всего не показывает свой качество ну не показывает требуется еще несколько лет накинули накинули после этого экспертиза сорса казалось бы все в целом нарос и предварительную оценку уходит 820 вот важно получить не менее трех товарных урожая накидаем три года один года и чтобы выделить гибрид из общей массы используются не один сервис а тысячи почувствовали масштабы тысячи то есть гора начинает рождать мышь есть такая поговорка на сбор урожая их анализ уходит 34 года накинули а так как часто случается не урожая вредители суровая зимы предпочтительно проверить гибрид дополнительно еще два-три года 823 423 так и это все на первичная сорта изучение которое требует материального траты времени вот это объективная картина вот поэтому мы все ждем ждем и ничего от руки не то ждем все ребята железо предлагает науки хочу то и говорю вот так как мы опередили вас на десятки лет причем мы взяли количество давайте давайте да вам надо тысячи а у нас миллион полная ревизия любительских садов для этого бросаются все силы начиная вот как тот доктор ну который показал как уничтожить саженцы с помощью ямки уничтожить я не сказал посадить там чтобы было слово правильная посадка тогда получается правильное уничтожение саженцев хотя бы груши вот так вот все их кидают дали им командироваться ко мне же приезжали ученые приезжали встречался коньяком поил ну че хороший человек вот вот и тогда полная ревизия и сами понимаете что это полная квалификация вот вместо того идиотского вот посмотрите как можно вот в таком случае в такие сроки получить сертификат о чем мы говорили сады она меня поправила она говорит можно получить сертификат довольно быстро только заплатить но вы теперь поняли что у нас просветает дальше говорить итак полная ревизия сфиксируются все ценные сорта которые ученые не мечтали а они есть дальше отказ от традиционного сольтоиспытания вот что я сказал полный отказ 100% только понимаю ребята многим из вас это все по барабану мол не нашел модел третье признание нового метода селекция на своем это как-нибудь расскажу еще многие мимо ушей или вообще не слышали переход на вегетативные испытания проверки новых сортов скромно вот 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 это я пропускаю времени мало хотел показать как не надо призывать хотел показать как не надо мульсировать мульсирование призывает 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 и призывает сейчас я посмотрю что там ко мне пришло а вдруг это нас всех касается так бывает ага реакция кого ну как кто же это мне написал письмо как по теме по теме ну ладно не буду искать фамилию ВК добрый ну видимо добрый вечер прививка почка это совсем плохой вариант да самый плохой знак вопроса на юге может и да но в средней полосе не прокатит спасибо все наоборот на севере из-за того что когда отрезается подмой почкой обязательно мы когда можем позволить себе вот смотрите вот человек написал он же видит все о чем мы сейчас говорим иначе он не стал бы сейчас вопрос рассказать вот смотрите сейчас я взял разделил на две части вот смотрите подвой и привой так они оба развернут в карандаш это самая распространенная толщина при прививке так вот и и согласитесь что даже если бы вот так вот я хитрее сделал вот подвой и прямой видите вот размер раны видите а теперь сравните с той страшной раной которую доктор наук получается на севере я считаю надо исключить прививку почкой в средней полосе исключить а на юге это будет зависеть от того от дополнительных факторов во первых прививка почкой плюс я говорю вот более экономная в 30 раза больше почку можно потратить а значит сделать с одной и той же ветки или запасенных веток прививок в 30 раза больше раз эффективность прививки практически 100 процентов 2 а вы еще замучитесь учиться в прививке лучшей каприровкой казалось бы два простых среза взял отрезал а потом бах совместил замотал она мертво то есть прививка почка эффективная выдает максимальный результат приживаемости так вот на юге значение у вот этого торца по отношению к морозу все-таки юг более щедящее вот и получается что в промышленных садах предпочтение дается почке но если брать север мороз может просто погубить саженцы привитой почкой из-за того что подчеркиваю отрезали по двое а он очень толстый ну я вам уже это показывал может быть человек меня слышал я как мог ответил на это попал хотя да время приемки почки еще не ушло вы же знаете что такое это север-юг средняя полоса мне весной нравится на юге цветут деревья на севере снег лежит приема дитяш здорово вот пожалуйста вот так умертвляется прививка седом соломы так умертвляется это вы мне присылаете фотографии дальше еще раз я это перечеркнул официально в моих книгах вот так почему в книгах девятнадцатого века и первой половины да и даже конца двадцатого века нет вот это вот креста просто передирает это передирает у меня много таких я перефотографировал как покажу сколько таких этих самых вот и у мозгов где то что абрикосы и груши сгнивают значит те кто это публикует они сами не садили я справа садил я справа сгнаю а потом вставать а вот уже по железу и так вы мои книги знаете да знаете а тут под рукой нет ни одной посмотрите пятьсот рублей стоит рабочий материал то есть это электронный вариант первая книга вот вторая книга сотворение чудо своими руками и третья книга записки четвертая книга она не имеет электронного варианта вот она не распродана вот поэтому пират это фактически пиратский вариант выглядит и так я неделя прошла ни одной не заказана вот я объявил так до первого апреля нет до первого сентября когда будет новый каталог там будет стоять электронный не 500 рублей а 1000 я решил что да так и будет потому что еще раз горько говорю вот не покупали по 500 рублей пусть и покупают по 1000 вот неделя прошла никто 500 рублей не потратил ради этого вот ну наш круг очень низкий кому надо тут он купил а посоветовать друзьям соседям ну просто никому голову не приходит вот поэтому давайте так время уходит осталось 10 дней пока цена это держится вот это 500 500 500 хотя бы для детей для внуков это все надо на туго